В гости к Вите Чернявскому наша съемочная группа приезжала неделю назад. Мальчику еще не трех лет, а врачи уже составили огромный список операций и прочих процедур, которые так необходимы для полноценной жизни малыша. У нас первое это было ушко, то, что обратили внимание, маленькое. Потом у нас пальчики, фаланги передние, больших пальцев недоразвитые. И потом уже, когда мы начали расти, то есть основной дефект начал проявляться уже где-то так шести месяцам, когда начали зубы вылазить. Именно тогда стало ясно у мальчика серьезные проблемы с прикусом, смещение нижней челюсти. Это здоровая сторона, а вот это вот нездоровая. То есть она тонкая, то есть разная. То есть и угол разный. Врачи настаивают на срочном операционном вмешательстве. Сказали, что операцию нужно делать срочно, быстрее, потому что с возрастом будет деформация увеличиваться, то есть расти вверх. Сначала челюсть ломают, ну распиливают, грубо говоря. Потом ставят дистрактор, он как бы, там будет винт. Я буду этот винт крутить, челюсть будет расходиться, грубо говоря. Этот аппарат, он его кость растягивает. То есть происходит наращивание собственной кости. Стоимость дистрактора – 210 тысяч рублей. Таких денег у семьи, где малыша воспитывает только мама, нет. Олеся находится подле ребенка практически круглосуточно. Именно поэтому семье решил помочь Росфонд, а вместе с ним – 8 канал и ВГТРК. Недельный сбор для Вити Чернявского дал хорошие результаты. Сразу после выхода сюжетов на двух телеканалах сумма сократилась практически вдвое. Однако сбор продолжается, потому что на дистрактор не хватает еще 110 тысяч рублей. А это значит, сбор для Вити Чернявского продолжается. В срочной помощи приморцев нуждается и другой маленький приморец. У 4-летнего Тимы Приказчикова детский церебральный паралич. Недомогание у мальчика выявили после первой плановой прививки, когда малышу было всего 9 месяцев. Невролог объяснил, что болезнь могла развиться вследствие перенесенной поствакцинальной энцефалитической реакции. В первый раз Росфонд оплатил семье лечение в Московском институте медицинских технологий. Сегодня такая процедура требуется снова. Тимофею требуется госпитализация для продолжения восстановительного лечения. Необходимо снизить тонус мышц, увеличить двигательную активность, развить речь и улучшить психоэмоциональное состояние мальчика. Говорит невролог института медицинских технологий Елена Малахова. Собрать оставшиеся 169 тысяч рублей в семье Тимофея можно даже во время просмотра этого сюжета. Достаточно на короткий номер 5542 отправить смс-сообщение со словом «Дети». Та же процедура требуется и для помощи Вите Чернявскому из Владивостока. Для ребят сейчас крайне важен отклик каждого сердца. Инна Щедрова, Андрей Макаров, Руслан Мартынычев. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».